Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео на повестке дня у нас сразу две женщины-блогера, а именно Кристина Мотиватор и нет, не Лена Хэппи. Лена Хэппи, если честно, уже всем поднадоела, так что вовремя она ушла в подполье, мы немножечко отдохнем, хотя люди все-таки до сих пор обсуждают Лену Хэппи, в частности блогер Ани Купер на своей вчерашней прямой трансляции. Прям уж очень защищала Лену Хэппи, или позавчера это было, я уже не помню, запутался в датах. В общем, Ани Купер взяла на себя роль защитницы Лены Хэппи, мол, что вы накинулись на бедную женщину, что вы накинулись на Лену Хэппи, отстаньте от нее, дайте ей покоя, вот такая хорошая подруга у Лены Хэппи, коллега Ани Купер. Но, как я уже сказал, на повестке дня у нас не Лена Хэппи, а другая женщина, а именно Галина с канала «Жизнь на юге Англии». Да, сегодня мы поговорим о двух женщинах-блогерах, о Кристине Мотиваторе и о Галине с канала «Жизнь на юге Англии», почему именно эти две женщины, что их связывает. В принципе, ничего, кроме того, что они обе попали в эмиграцию через брак, теперь каждая выживает как может, но самое главное их объединяет то, что обе они только что вернулись из отпуска, где провели прекрасно время под солнцем, наслаждаясь теплом, и обе вернулись сейчас в слякоть, в дождь, в серость, в тоску. Только одна на севере Калифорнии, а другая на юге Англии. Давайте тогда начнем уж с Кристины Мотиватора, которая, как я уже сказал, вернулась из Палм-Спринкс. В Палм-Спринкс она провела четыре дня и четыре ночи. За все про все она заплатила за все это удовольствие 1900 долларов. Конечно, в эту 1900 долларов входит не только отель с бассейном, но еще и ресторанчики, а также бензин, который пришлось потратить ехать в одну сторону 7-8 часов, и, естественно, наряды. Кристина прибарахлилась. Кристина купила девочке кассе маечки сувенирные, себе наряды за 17 долларов каждый. Ну, не за 17 долларов наряд, а 17 долларов одна вещь. И Кристина, естественно, похвалилась перед мамой, позвонила маме, рассказала ей, как она провела отпуск. Мама спросила, сколько это все стоило. Кристина назвала сумму, и мама сказала, ну, ничего, для работающего человека недорого. Так что мама из Карпинска полностью поддерживает дочь, рада за дочь, рада за то, что та хорошо проводит время, наслаждается жизнью. Кстати, Кристина рассказала маме о том, что она попросила продавщицу в магазине женской одежды подобрать ей три наряда, три ансамбля, три лука, так сказать. И продавщица подобрала. И Кристина была так счастлива. Мама, конечно, скептически это все выслушала, поджала губки и говорит, надо же, если бы в России вот так вот попросили продавца что-нибудь подобрать, то вам бы наверняка принесли бы какое-нибудь говно, подсунули бы то, что никто не хочет брать, чтобы вы это купили. В общем, короче говоря, скептически мама относится вот к таким продавцам у себя на родине и не доверяет им, а за дочь порадовалась. Вон какие чудеса, оказывается, в Соединенных Штатах Америки тебе все и подберут, и помогут тебе все это примерить. И всего за 17.90 за вещь. Вот так вот. Ну, а то, что касается денег, Кристина сказала, что это, в принципе, очень даже недорого, 1900 долларов за 4 ночи. Почему? Да потому что эту 1900 долларов она зарабатывает на Ютубе. То есть все, что она зарабатывает на Ютубе, она тратит на себя, на отдых, на путешествия. А те деньги, которые она зарабатывает помимо Ютуба, то есть ухаживая за бабульками, например, все эти деньги она откладывает в кубышку. Она откладывает на старость, чтобы потом, когда она уже будет в таком состоянии, как ее подопечные, она тоже сможет нанять себе компаньонку. То есть вот такой вот круговорот людей в природе. То есть Кристина, насмотревшись на этих бабулек одиноких, за которыми нужен уход и сколько все это стоит, она тоже готовится к тому, что и она найдет себе компаньонку. Думаю, что на Касси ставку она не делает, не рассчитывает на то, что Касси будет сидеть с мамой, подавать маме стакан воды. Кстати, о Касси. У Касси проблемы с волосами. У Касси не растут волосы. На голове какой-то пушок. Касси похожа на домовенка Кузю все время. Как бы Кристина не пыталась ей там что-то заплести на голове, не получается один пушок. И Кристина говорит это из-за того, что Касси уж очень любит бассейны. Эти хлорированные бассейны, набитые хлоркой, так сильно, что просто в нос бьет искры из глаз и слезы из глаз. Настолько много хлорки в этих бассейнах. А Касси из этих бассейнов не вылезает. Вообще обожает бассейны. Сидит в бассейнах целыми днями. Вообще, я так понял, что для Кристины, да и для Касси успех измеряется наличием или отсутствием бассейна. Странно, конечно, это все. Хотя я прекрасно понимаю, в Калифорнии холодный очень океан. Там просто так не поплещешься. Но, тем не менее, вот так вот колесить по Калифорнии от одного бассейна к другому, мне кажется, это, конечно, сомнительное удовольствие. Но, тем не менее, у каждого свои представления о счастье. И мы с вами прекрасно помним, что когда Касси с Кристиной прибыли на место назначения, то есть в отель в центре города Палм Спрингс, первое, что они сделали, так это то, что они нацепили купальники и побежали в бассейн стали пробовать воду. И как только подобрали правильный бассейн с правильной температурой, плюхнулись в него и, по-моему, из этого бассейна больше уже не выходили. Ну, вот вам результат. Не растут волосы из-за химии, из-за хлорки. На голове Касси какой-то растет странный пушок, который торчит во все стороны. И Кристина уже не знает, как с этим бороться, что делать. Ну, ничего не поделаешь, потому что Касси из бассейна не выгнать. Касси не готова отказаться от бассейна с хлоркой. Ну, а вообще, мать с дочерью неплохо провели четыре дня в Палм Спрингс. Это однообразный отпуск. Делать в Палм Спрингс, в принципе, нечего более четырех дней. То есть, четыре дня это было самое то. Если вы не уходите в поход, если вы не бродите по горам, по долам, то вообще в самом городе, конечно, смотреть нечего. Одного-двух дней достаточно для того, чтобы сложилось у вас впечатление об этом городе. Ну, вот эти вечные походы мимо магазинов и в кафешки за французскими блинами, это тоже рано или поздно надоест. Ну, ничего, Кристине понравилось прежде всего то, что там солнце. Там солнце, там пальмы, там кактусы, которые Кристина нам вечно показывала. Очень не хотелось возвращаться обратно на север, в район Сан-Франциско, где пасмурно, где холодно. Вообще эта зима выдалась очень холодной, стоит извечный дубак. Кристина мерзнет, Кристина дрожит в этой коморке у Степана, все время включает обогреватель, Степан от этого бесится. В общем, короче говоря, Кристина не хотела возвращаться, но не тянет ее обратно в район Сан-Франциско, в этот холод, в этот туман, где постоянно льют дожди. Не хочется ей возвращаться в эту коморку, где ей ничего нельзя делать. Не хочется возвращаться обратно в трудовые будни, к трудовым будням, к этим бабулькам опять. Конечно, Кристина изображает радость, улыбается, показывает, что у нее все хорошо, но на душе скребут кошки. Очень ей хочется подольше остаться в раю, среди пальм. И, конечно же, ходят слухи о том, что Кристина разъезжает по Калифорнии с целью подцепить какого-нибудь пенсионера, чтобы уже наконец-таки у нее все устаканилось, чтобы началась у нее какая-то стабильная полоса в жизни. Но вот пока никак. Пока никто там не наклюнулся, по крайней мере, нам пока никого не показали. А возможно, Кристина показывает нам вот такую вот сладкую жизнь, Дольче Витта, чтобы позавидовал этот Ханни. Ханни остался один. Ханни наверняка сидит у экрана, прильнув к экрану и следит за тем, где там шастает его возлюбленная, потому что Кристина все выкладывает. И, может быть, надеется на то, что, осознав, что же он потерял, Ханни наконец-таки прогнется и согласится на все условия Кристины. На брачный контракт в пользу Кристины. Не будет больше слушать маму, не будет больше слушать мать своей дочери. И саму дочь тоже больше не будет слушать, а будет слушать только Кристину Мотиватора. Посмотрим, во что это все выльется. А мы с вами плавно переходим к нашей следующей героине, а именно к Галине с канала «Жизнь на юге Англии». Галина с острова Вайт, которая тоже только что вернулась из отпуска, где она тоже провела незабываемое время под палящим солнцем и под пальмами. Мы все с вами прекрасно знаем, что Галина только что побывала в Таиланде. Но я речь веду не о Таиланде. Дело в том, что после того, как Галина вернулась из Таиланда, она сразу же уехала в Испанию на две недели и была просто счастлива, потому что в Испании уже 18-20 градусов, а у нее на острове только 5-8 градусов тепла, плюс на острове льет дождь, постоянные туманы, скучно, грустно, серо, никакого настроения. И вы знаете, Галина об этом не сказала в своем видео, но мне кажется, Галина сейчас активно рассматривает варианты переезда. Она побывала в Таиланде, осталась там надолго, посмотрела, прозондировала обстановку, поговорила с людьми, которые переехали. Она там общалась с англичанами, которые переехали в Таиланд на ПМЖ, с другими иностранцами, присмотрелась к ценам, присмотрелась к жилью, вернулась в Англию и сразу же рванула в Испанию, чтобы тоже присмотреться. Да, она там проводила хорошо время, отдыхала, но в то же время присматривалась к возможности перебраться в Испанию. Почему? Да потому что в Испанию тоже переезжают многие европейцы на пенсии. То есть европейцы с севера Европы, из Англии, скандинавских стран, они когда достигают пенсионного возраста и начинают получать пенсию, переезжают в теплые края, потому что это зачастую и дешевле, но и для здоровья лучше, потому что меньше болезней, меньше болячек, морской или горный воздух, солнце, пальмы. И, конечно, для европейца проще переехать в Испанию. Почему? Потому что это Евросоюз. Я не знаю, правда, как сейчас с Великобританией, но тем не менее, наверное, есть какой-то упрощенный вариант, то есть с паспортом ЕС и той же, наверное, Великобритании вы можете приехать жить в любой стране Европейского Союза без всяких виз, без всяких видов на жительство, просто по факту того, что у вас гражданство в одной из стран этого Союза. Короче говоря, многие переезжают. И Галина всерьез тоже занялась этим вопросом. Другое дело, что, конечно, по Европе переезжать проще, но по цене, наверное, Таиланд все-таки выигрывает. Хотя Таиланд – это все-таки экзотика, и это далеко. Просто так не наездишься. Но Галине не надо ездить постоянно в Англию. У нее же там нет ни родственников, ни детей, ни внуков. Все родственники у нее в любом случае в России. Другое дело, что Галине, конечно, нужно задуматься о том, что она уже не молодая, все мы не вечные. Меня сейчас опять начнут обвинять в эйджизме, в женоненавистничестве. Но все мы, как говорится, не вечные. И Кристина Мотиватор это тоже сказала. Все мы стареем, все мы когда-нибудь будем старыми, поэтому нужно копить и откладывать денежки на старость. Но речь сейчас не об этом, а о том, что все мы не вечные, я хочу сказать. И Галина, если она переедет в Таиланд, одна, одинешенька, и вдруг, не дай бог, что случится, заболеешь, нужна помощь, нужны родственники. Как они до тебя доедут? Кому там сообщать? Все-таки, мне кажется, на старости лет пожилые люди должны как-то кучковаться или жить в каких-то местах, где сразу сообщат, если вдруг с тобой что-то случится. Понимаете? Галине уже почти 70. Все может быть. Да, она в Таиланде рассчитывает жить долго и счастливо, потому что там солнце, там океаны. Пусть живет вечно, но в жизни все бывает. И стариков дурят, особенно если узнают, что живет вот такая вот интуристка с денежками, да еще и квартиру снимают. Может все произойти. Ведь подсунули же ей тогда чемоданчик. Помните, когда она уезжала из Таиланда и ее попросили перевезти чемоданчик из Паттайи в Бангкок? И она взяла, не ведая, что в этом чемоданчике, потом всю дорогу тряслась. Вот так вот дурят наших бабушек, подсовывают им под шумок какие-то свертки, какие-то чемоданы. А кто потом будет крайней? Галина будет крайней. Где ты потом найдешь того человека, который подсунул тебе этот чемодан? Неизвестно, где потом его ходи, ищи, свищи. Короче, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, конечно, Галина в своем собственном представлении, она молодая, она красивая, она все еще ищет молодого любовника для того, чтобы там был незабываемый кекс. Но другие-то видят Галину со стороны по-другому. Да, Галина прекрасно выглядит в своем последнем видео. Она вышла, показала себя при полном марафете, кудре, объемная укладка, пепельные локоны, толстый слой макияжа, ресницы во все стороны, тени, алые губы. В общем, Галина показала нам себя, показала, что она еще ого-го, к тому же люди сомневались, действительно ли она сбросила 12 килограмм, или все-таки привирает, преувеличивает. Конечно, Галина себя в полный рост не показывала, но на экране перед нами красовалась милая личика при полном марафете. Короче, настрой у Галины боевой, она верит в то, что впереди ее ждет светлое будущее, будет при ней еще принц, который будет ее баловать как ласками, так и финансово. В общем, посыл Галина сделала во вселенную правильный. И в то же время Галина подыскивает себе место проживания под солнцем, тоже ищет, выискивает себе место под солнцем, будет то Испания или Таиланд, мы пока не знаем, но траектория нам понятна. Под пальмы, поближе к океану, поближе к морю, к воде и так далее. Но Галина, помимо всего прочего, рассказала нам еще новости из Англии, что же там такое происходит. И больше всего англичан на сегодняшний день волнуют отношения Кейт Миддлтон и принца Вильяма. Да, англичане следят, ночей не спят, потому что прошла волна слухов о том, что на горизонте маячит развод. По словам Галины, принц Вильям по-черному изменяет своей жене Кейт, установлена личность по любовнице, это бывшая Вильяма. Как мы знаем, Вильям не спешил в свое время жениться на Кейт, он держал ее в неведении, но Кейт в силу своего характера дожала этого Вильяма, он все-таки на ней женился, но, видимо, подустал от своей женушки, которая, по словам Галины, уже выходит в тираж, потому что ей исполнилось 41, то есть свежесть уже куда-то уходит, и Вильям стал смотреть по сторонам и обратился к своей бывшей. Мало того, король Карл, как видим, поддерживает сына в этих изменах и поселил по любовницу во дворце, чтобы Вильяму не нужно было передвигаться, перемещаться по городу, когда вот он ходит на Б, так сказать, на свидание со своей новой возлюбленной. То есть на горизонте маячит развод в королевском семействе, и Галина уж очень переживает по этому поводу, потому что боится, что Кейт выкинут без копейки денег на улицу, что Кейт останется без жилья, то есть мне так кажется, что Галина перекладывает как бы свои переживания, то есть те переживания, которые она испытала, когда ее пытались выкинуть без копейки денег и без крыши над головой после смерти мужа, когда дочь мужа пришла и прижав Галину к стенке сказала, чтобы там выметалась, чтобы духу ее больше не было в доме отца. Короче говоря, Галина ночей не спит, переживает за Кейт Миддлтон, как бы Кейт не осталась у разбитого корыта, может быть, хоть какие-то алименты на детей и так далее. Ей там, конечно, пишут, да не переживайте вы за принцесс, я тоже считаю, что вот эта королевская семья это какой-то опиум для народа, чтобы народ следил вот за этими перипетиями и не думал о настоящих насущных проблемах, которых в Англии тоже выше крыши в настоящий момент. Ну, вот в принципе и все, что у меня было по Кристине Мотиватору и по Галине с канала «Жизнь на юге Англии». Единственное, что хочу я в завершении сказать, между этими двумя героинями все-таки есть разительная разница, которая сводится к тому, что как ни крути, как ни верти, но Галина с канала «Жизнь на юге Англии» все-таки имеет свой угол, имеет свой независимый доход. И я сейчас не говорю о канале на Ютубе, хотя и там она могла бы хорошо зарабатывать, если бы регулярно выпускала видео. Но у нее есть пенсия мужа или, может быть, уже своя пенсия по возрасту. Я не знаю, какие там правила в Англии, но я знаю, что в свое время вроде бы она получала пенсию мужа, пока она еще не дождалась своей, потому что у нее с мужем была большая разница в возрасте. Это первое. И второе, у нее есть какая-никакая, но выплаченная двухкомнатная квартира без ипотек, без долгов. И вы знаете, остров Вайт это очень даже миленькое место, курортное место, где летом много туристов. В общем, не такая уж, это и дыра. Поэтому разница огромная. У Кристины пока ничего этого нет. Кристина у нас не вдова, в отличие от Галины с канала «Жизнь на юге Англии». В общем, посмотрим, как будут развиваться события, как будут идти дела у Кристины, у Галины. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения, пожалуйста, пишите, поправляйте меня, если я что-то не так сказал. Благодарю всех тех, кто подписался на мой канал, кто поставил лайки. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.